Далее, преподавание румынского языка в гагаузских школах. Я говорил и могу сказать еще раз, русскому языку нас гагаузов научили учительницы, выпускники, носители языка. Я вот владею румынским языком, как меня учил мой Михаил Иванович гагауз по национальности. Я до сих пор так же говорю. И как мы будем сегодня конкурировать, гагаузские дети будут конкурировать, если их учат гагаузы? Давайте к нам в гагаузе, госпожа министр, направляйте учителей. Судей направляют, судьи выживают у нас, прокуроров направляют, прокуроры у нас есть, а учителей нет. Понимаете? Далее, еще один такой вопрос, я завершаю. Вроде, значит, высшие учебные заведения, есть Камрадский университет. В связи с этим в свое время, я считаю, принято было ошибочное мнение в Крянге закрыть специальности, которые шли гагаузско-румунский. Мы тогда получали специалистов, и туда приходили специалисты уже с языком. А сегодня в Камрадском университете, правильно или неправильно, я не хочу это обсуждать. Там на русском. Понимаете? И что мы получаем? Сегодня мы в Брянске учимся. 300 человек, вот мне с телевидения говорили. В Нижнем Новгороде учимся. Кстати, это не счастье. Мы не воспринимаем это как счастье. Потому что, по мне, вот если бы были эти стипендии МГУ, МГИМО, а так в Нижнем Новгороде какой-то филиал в районном центре. Это разве нормально? И в итоге, последнее, связи с вот такой ситуацией, если у нас в Гагаузской общине здесь, в Кишиневе, раньше была молодежь.